Рыбные суфле 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 Я думаю, больше трех, больше не клади масла. Все, хватит, хватит, все здесь хватит, надо другой уровень брать. Отлично, видишь, другой уровень. Музыка. 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 Все, время пошло. Да, кук, если много времени, боковые кнопочки можно уменьшить время. Нормально, дойдет до 10, дальше будет видно. Музыка. 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 Отдельно такая процедурка. Я ее и не делал. Сюда желтик. Номер 1. а желтки нам потребуется потом уже с желтками мы будем сбивать рыбу в рецепте который мы нашли предлагается добавить или хлеб или овсяные хлопья сырые я думаю что мы добавим хлопья потому что местный хлеб американский он не чисто белый он не то что не белый и не чистый он весь наполнителем и там больше воздуха чем самого хлеба поэтому использовать этот хлеб для приготовления котлеты или еще каких-то кулинарных целей занятие бестолковое можно только поехать на какую-нибудь точку где вызовет просроченный хлеб итальянский старый такой двухдневной давности и вот его использовать вот потому что стандартный бутербродно-ценический хлеб американский он конечно очень воздушный слишком воздушный чересчур воздушный ну чё 5 есть и я думаю что вполне достаточно 5 есть 5 есть достаточно да потом хлопья добавляешь там написано стакан хлопьев из расчета 100 грамм получается у нас два три стакана хлопьев 23 стакана добавим в принципе все теперь берем миксер будет сбивать ну и Ну, вот у такой консистенции нужно вот эти самые белки взбивать. Вот, всё готово. Так уж, мне прям хочется их поесть. Ты можешь это съесть, они питательные. Очень вкусно смотрятся. Я потом тебе гугольмог сделаю, по-американски эггнок. Очень вкусная штука, научу тебя. Офигенно вкусные вещи. Сделайте как-нибудь, может, даже сегодня. Смотрите, у нас, потому что у вас блендер маленький, у нас миссия невыполнима. Нам необходимо 5 яиц и лута рыбы, которая у нас есть, распределить ровно. Чистям. Чистям, да. Плюс ещё добавить сюда эти хлопья, сбить. Потом, я думаю, для равномерности уже финально всё превратить в одну тару. Уже перемешать с укропом большой. Уже после этого раскладывать, когда смесь будет однородная по формочкам. Правильно? Правильно, наверное, нужно, чтобы смесь был однородной. Да, вначале нужно делать заготовку. То есть мы в меру, сколько сюда всё входит, будем всё это перемешивать. Правильно? Да. Значит, на сколько здесь рыбы получается? 5. Ну, получается, что, грубо говоря, нам нужно будет 5 заходов сделать. Всё достаточно рыбы, подожди. Сейчас будет хлопья высыпать. Давай хлопья, да. Сюда он тебе хлопья. Вот хлопья даже. Немного их нужно. Это пол чашки получается у нас, хлопья здесь будет. Ну, я думаю, что нужно где-то насыпать. Я не вижу, рукой убери. Сколько добавим? Смотри, чтобы так было, чтобы было не до краёв. Я, значит, думаю, может быть третьей чашки высыпать. Давай третьей. Чтобы хлопья хлопьями, а рыба рыбой. Согласствует? Да. Вот так где-то всё. Как бы не перемешивать. Нужно с собой иметь в кухне профессиональный дать съёмок. Я тоже точно. Согласен с тобой. Я показываю передачу телевизору. Такая смесь получается интересная. Как и на рецепте. Знаешь, мне кажется, что рыбы мало, хлопьев много. Так, мы, наверное, ещё сюда добавим рыбу. Мы забыли сливки добавить. Вот так, я думаю, да? Всё равно, любом случае, мы сейчас всё это измельчим, а потом всё это добавим в большую-большую ёмкость и ещё раз всё это собьём. Я так считаю. Что у нас тут? Рыбный смесь получается. Нормально. Что-то кусок этот рыбный не хочет измельчаться. Застану-ка я его. С другой порцией измельчу. То, что не хочет измельчаться, представляешь? В общем, после первого пробного помола обнаружились дефекты вот этого рецепта, который был указан. Видимо, он указан для какого-то профессионального оборудования или нужно большой блендер иметь. Вот такая смесь у нас получилась. Я сюда кину уже в готовые взбитые белки и решил модифицировать рецепт, чтобы его сделать попроще и удобно варимее. Значит, сейчас мы просто тупо набьём всю рыбу, которая у нас осталась вот здесь. Мелко её доведём до пастообразного состояния, а потом уже отдельно будем взбивать желтки вместе с хлопьями, добавляя сливки по консистенции. Потом всё сюда добавим вместе с укропом и уже просто миксером перемешаем. Потому что в противном случае у нас вот эта смесь рыбы вместе с хлопьями и яичными желтками просто превратится в оконную замазку и её невозможно будет измельчить до необходимой кондиции. Вот ровно одна рыбка у нас помещается вот в этот самый блендер, поэтому мы сейчас раздельно постараемся измельчить. Ага, значит, вот так. Мои предположения оказались верными. Когда рыбу перемололи отдельно в блендере, добавили сюда вот в общую ёмкость, здесь всё будет перемешивать, процесс пошёл быстрее. Сейчас мы будем замешивать эти самые желтки, будем замешивать сливки, будем замешивать хлопья, потом добавим сюда и уже финально по консистенции будем добавлять сливки непосредственно уже в эту смесь, чтобы отслеживать, какого формата здесь у нас получается жидкая паста для закладки в формочки. Потому что на глаз сложно определить. Я думаю, что сливки нужно на глаз слить. Поехали. Если дальше по делу пойдёшь на линзе, если ты готов, то нужно что-то профессиональный блендер покупать. Что, весь стакан был сыпать, думаю, да? Да, да, вот в порнографии, согласен с тобой. Получается порнография. Это не бленда, это какая-то фигня на постном масле. Это я тебе скажу. Мы с тобой раньше не готовили такие блюда, поэтому для нас его хватало. Ага, а теперь не хватает. Раз в сто лет готовить, и готовить регулярно, чувак не пошли. Ну, что у нас? Вот такая жижа получилась, знатная. Сейчас кто-то к высыплю. Почему я укроп, например, порезал только по кронцам, не стал блендер добавлять? Я тебе объясню почему. Мне хочется, чтобы фрагменты именно укропа, а не укропной пасты, были непосредственно в структуре уже запеченного изделия. То есть были кусочки укропа подальше. Это прикольно их пережевывать, чем если бы мы просто укроп измельчили в кашу, и он бы просто не чувствовался там. Все. У тебя готово все, да? Да. И у меня тоже готово. Слушаем, есть мысль следующая. Значит, может воспользоваться более большим тазом, потому что... Я сейчас дам большим таз пластиковым? Вот тут. Не-не-не, сейчас все улетит. Ты что? Сейчас я дам большой таз пластиковый. Перемешать, конечно, все перемешаю здесь. Не-не-не. Большой таз пересыпается. А, сейчас я дам большой... Ну, вот мы все переложили в большой таз и дам... Дам. 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 Решение приняли запекать в духовке. Да, так быстрее получится. Жена расставляет формочки. Вот такие формочки мы купили готовые в Волмарке. Одноразовая. Внутри бумажка, снаружи фольга. Можно не пропитывать, я так думаю, маслом прямо сразу, потому что они легко должны отслаиваться, да? Здесь очень много всего для выпечки, здесь очень много противней на один раз, разных форм, размеров и, в принципе, состояния. То есть не нужно мыть голову? Не надо, к пиву голову. Вот такая штука стоит доллар. Приготовил поесть, приготовил. 32 такие формочки за доллар. Приготовил и вытянул, и не паришься. Месяц еду оставшуюся, если надо было. Не надо ничего мыть, ничего делать не надо. Что, 17 или 18 получился? Получилось 18 порций в итоге. Сейчас мы положим все в духовку. Ага. У меня рассылка текут. У меня тоже. Ну что, посмотрим, что получится. Все очень красиво. Забираем. Выставляем температуру. Сейчас выставлю. А пока курочку поедим. Да, сейчас выставляем, текут труд 350 градусов, выставляем подготовку на 15-20 минут. Так, прошло 20 минут, даже 27 минут. Все вскрылось. Давай, проверяй. Смотри, ты сейчас сложишься в лочистку. Ну? Сухая. Ну, давай одну съедим. Давай сделаем контрольный жор. Одну штуку достанем. Сухая. Так, нужно сделать контрольный жор. Одну достаем сейчас. И делаем контрольный жор. А, так. А, так вот. Требуем побольше. Надо смотреть, что получилось, да. Сливочку, да. Да, я ее уже поверну сейчас. Снаружи вроде вкусно. Давай, проверять будешь ты. Ты у нас, Патри, с порыбом. Потом, в качестве экспертизы, соседей мы снесем угостим. Ну? Вкусненько. Угу, как? Солнышко придет, надо еще. Да? Угу. Дай попробовать приближать этот вариант. Слишком сыровато, но очень вкусно. Ну, дай попробовать. Сыровато, но очень вкусно. Меня уже интригует. Ммм. Вкусно, только можно подержать еще хотя бы 10 минут. Сыровато, но реально вкусно. Да, я все говорю. Глянь, ну и, кстати, с укропом угадно. Наверное, да. В оригинальном рецепте укропа не было. Это мое нововведение, потому что подумал, что рыба с укропом будет считаться очень хорошо. Обычно рыба с укропом выпадается на стол. Не знаю. Ну что, сколько еще поставим? Второй же 10 минут. Вот что получилось. Прошло 45 минут. Оно вздулось. Оно вкусное. Сейчас будем делать контрольный жор. Сейчас соседи угощу. И вообще. Да. Сейчас будет пергарой. Лизка, не возмущайся. Давай. Держи-ка. Теперь второй контрольный жор. Давай. То, что я пробовала. Может, начали в нем ковыряться? Нужно понимать, с чего связано с момента. Ну что? Вкусненько. Как думаешь, ребенок понравится? Угу. Вкусно. Еще хочу. Я думаю, рыба готова уже. Ну что? Я так понимаю, что это наш терминный рецепт будет теперь? Да. Сейчас я... Самое главное, что это офигенно закусом получается. Да? Я думаю, рыба готова. Посмотри. Она же мягкая должна быть, с рыбой. Угу. Она дальше, наверное, будет сухая. Я больно. Не буду подержать. Что-то, будешь поедать? Я рыбу разносить поеду сейчас. Да. Полночать. Соседей? Соседей, потом соседей. Соседей. А там куда его отнести? Потом любви отнесем. Угости в него. Давай, Тарик, в тарелочку положим. Давай. Я сейчас соседям вручу начну. Эксперт, он предвзято. Тоже жена. Вот. Независимо. Скажешь, что получилось. Весьма-весьма. Я потом рецепт расскажу. Легко готовится вообще. Я вообще люблю укроп. Готовится крайне легко, на самом деле. Очень легко готовится. Обычная самая дешевая рыба, белая, филе. За 5 баксов. 5 яиц. То есть любая там тилапия, да? Мы даже не талапия, какую-то белую взяли. Я тебе покажу упаковку. 5 яиц. 2 стакана овсяных хлопьев. И все это сбивать, смешать в определенной пропорциях. Вот. И, соответственно, еще укроп добавить. Укроп я сам решил добавить. Валиде на рецепте его не было. Я подумал, что он будет там не лишний. То, что рыба. Ну, вот как-то так. Так. Так, забыл еще один вопрос важный. Значит, купили мы новый вкусняк. Вот такие замечательные, не то сухарики, не то печенюшки, порционные. Всего их в этой упаковке должны быть сколько штук? Всего их должно здесь 8 штучек быть таких. Вот такие. По вкусу напоминает, ну, не знаю, но очень нежный такой сухарик. С нежно-нежно-лимонным вкусом. Потому что здесь такая прослойка. Вкус очень нежный. И настоятельно рекомендую к чайку. Вот. Это вот последняя штука, которую мы купили, чтобы попробовать. Спасибо.